Это мы служили утреннюю, но вот так в Русской Церкви накануне праздника мы уже с вечера служим утреннюю службу. Завтра замечательный праздник Лазарева Суббота. И вот с этого праздника, можно сказать, начинается самое главное в течение всего года. Потому что вот Лазарева Суббота, а затем вход Господень в Иерусалим, то есть Вербное Воскресение. И вот следом за этими начинается Страстная Седмица, в течение которой будем вспоминать все самые главные события нашего спасения. Как Господь первый раз служил, скажем так, Евхаристию со Своими учениками, как Он оставил им новую заповедь, и долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, как Он затем пострадал. То есть все, весь будем читать и в четверг, и в пятницу, и в субботу. Вот все рассказы из четырех Евангелий о том, как вот Его задержали в Гефсимане, как Его затем мечевали, как вот Терной Венец, Баграница, суд Пилата над ним, Синедриона, Пилата и так далее. И затем, как Его распяли, как Он умер ради нас. И потом, конечно, в Воскресение уже, как Он воскрес из мертвых. Вот перед всем этим, может быть, самое последнее чудо и удивительное, которое Он совершил перед этим, это как раз воскрешение своего друга Лазаря, о чем мы будем завтра читать Евангелие. Это замечательный праздник, потому что Господь перед нами в полноте Своей и Божественной, и человеческой природы. Потому что Он воскрешает человека из мертвых. Он и до этого воскрешал несколько человек. Но здесь речь о Его друге. И потому, с одной стороны, вот эта Его власть над смертью, безусловно, указывает на то, что Он Сын Божий, что Он Сам имеет вот эту Божественную природу. С другой стороны, Он скорбел, плакал о смерти Своего друга. Тем самым, Он нам показывает, что и Он во всем, как мы, вот Он разделяет с нами нашу человеческую природу со всеми замечательными вещами, в том числе вот такие ценности, как дружба, как любовь к близким, к родным. Он во всем разделил нашу человеческую природу, кроме греха. Вот как раз это, как бы, торжество Его и человеческой, и Божественной природы будем вспоминать и завтра. Затем вход Господень в Иерусалим, когда это, как бы, вершина Его земная слава. Когда все люди будут говорить «Ассанна, сыну Давидову». Но, как мы знаем, это также и начало Его страдания. Вот всё это нам показывает, что человеческие и Божественные, они находятся вместе. Всё это нам показывает, что вот не бывает слава без страдания. Так же бывает и в нашей с вами жизни. Поэтому вспоминать всё это завтра и послезавтра чрезвычайно важно. И после этого уже войти в главное время всего года, вот Страстную Седмицу. Храни всех вас Господь, Ангела Хранителя в пути. Спасибо.